У мужчин мозг тяжелее на 10-12 процентов, чем у женщин. Изучали серийных убийц, они вот нашли вот эти изменения в головном мозге. Это было включено в заболевание, в расстройство полового влечения. Любим все-таки мозгом. Это действительно миф. То есть, если мы говорим конкретно, что мозг работает на 10 процентов, весь мозг работает. Все зоны мозга всегда работают у человека, если они только не повреждены в результате какой-то травмы. Мы говорим здесь скорее о нейронных сетях. Если человек, например, изучает языки, то есть он знает два и более языков, то есть нейронные сети, они активизируются как в левом полушарии у правшей, где находятся центры речи, так начинают активизироваться межполушарные связи, связи между двумя полушариями. И, как правило, люди, которые знают несколько языков, у них включается больше вот этих вот мозговых сетей, нейрональных ресурсов. У мужчин мозг тяжелее на 10-12 процентов, чем у женщин, вне зависимости от роста, от размера тела. Но если мы говорим об интеллекте, то средний уровень интеллекта у женщины и у мужчины во всем мире одинаковый. Хотя, если мы говорим о гениях и мы говорим о людях с более высоким интеллектом, то здесь чуть больше мужчин. То есть есть такие некоторые отличия. И есть так называемая парадигма доминантных полушарий. То есть здесь мы можем говорить о том, что у мужчин чаще это у мужчин правшие, чаще это левое логическое полушарие, которое отвечает за логику, за такие вот математические расчеты у женщин. Это больше доминантное, чаще правое полушарие, отвечающее за эмоциональную составляющую. Действительно, есть определенная активность в головном мозге, которая заложена генетикой. И есть люди, которые склонны к математическим способностям. Есть люди, которые склонны более красиво слагать слова. И эмоции, и чувства, они находятся в головном мозге. И чувства любви, и чувства сострадания, например, за них вот известно отвечают область островковой части головного мозга, область коры, область стриатума. Это область, когда сексуальное влечение, возбуждение дальше переходит в глубокие чувства любви. И даже эта область также отвечает за реакцию на, например, наркотические вещества. Нарушение сексуальной ориентации не входит в регистр заболеваний. Если раньше действительно в предыдущем пересмотре это было включено в заболевание, в расстройство полового влечения, то сейчас, так как все-таки такие особенности встречаются достаточно часто. Мы видим, что психиатры, мировые психиатры, внесли такие изменения в международную классификацию болезней. И это относится теперь к особенностям человека. И это не заболевание. Мы говорим о серийных убийцах, маньяках. То есть это психопатические личности или так называемые антисоциальные психопаты. И у них немножко другой мозг. То есть у них есть изменения в фронтальной коре. В частности, в орбите фронтальной коре. Это в области так надбровных дуг. Это зона коры располагается. И там есть действительно ослабление активности. Именно эти зоны мозга они отвечают за мораль, за этику, за сдерживание импульсивности и сдерживание агрессии. В частности, вот в Америке они изучали серийных убийц. И они вот нашли вот эти изменения в головном мозге. Это не одна находка. То есть там еще есть целый ряд находок. Редактор субтитров А.Семкин